За 8 месяцев в областном центре выявлено 296 преступлений по линии наркоконтроля. Только за эту неделю правоохранители провели несколько громких задержаний. Сначала взяли мужчину, у которого было почти полкилограмма наркотиков, а затем отца и сына, проводивших закладки с запрещенными веществами. Что толкает людей на преступления, почему они связываются с наркотиками и как это меняет жизнь, выясняла Вероника Гамзюкова. Один из методов борьбы с наркозависимостью – заместительная терапия метадоном. По всей Беларуси действует 19 кабинетов, которые осуществляют выдачу этого препарата. В Гомеле он начал работу в 2007 году. За это время через него прошли 300 человек. Сегодня посещают 80. По области эти цифры в два раза больше. 630 наркоманов участвовали в терапии за все время, 153 проходят лечение на сегодняшний день. Кроме областного, центр программы действует в Речице, Светлогорске, Жлобине и Мозыре. Вообще заместительная терапия – это доказанный метод профилактики вообще и наркомании, и передачи ВИЧ-инфекции. Она более чем в 190 странах мира используется. В Беларуси первый кабинет был открыт в 2007 году у нас на базе нашего гомельского наркодиспансера. За это время участвовало в программе заместительной терапии более 2000 человек. Методон – это синтетический наркотический препарат длительного действия. Он позволяет устранить проявление острого синдрома отмены или, как говорят, ломки. Прием методона в качестве замещения уличных наркотиков позволяет исключить возможность возникновения осложнений, которые бывают при употреблении нелегальных опиоидных наркотиков. Участники программы заместительной терапии приходят в кабинет ЗМТ ежедневно, чтобы под наблюдением медицинской сестры выпить методон, который выглядит как сироп от кашля. В 14 лет мне дали попробовать наркотики первый раз, и потом я уже втянулась в это, начала употреблять. Очень сильно втянулась, много лечений перепробовала, и потом попала на методоновую программу. 7 лет я уже здесь нахожусь, не жалею, это единственный шанс, если кто-то хочет бросить наркотики. Я потеряла работу, я потеряла нормальное отношение с сыном, с родными. Это привело к полнейшему краху. Если бы я не попала на методоновую программу, сама бы я просто не вышла из этого состояния. За 12 лет существования программы заместительной терапии среди ее участников 283 человека избавились от наркотической зависимости. Однако уровень наркоугрозы в областном центре сохраняется. По мнению правоохранителей, это обусловлено значительной численностью населения, уровнем социально-экономического развития региона, а также приближенностью границ нашей области к России. Только в Гомеле за январь-октябрь из незаконного оборота изъято свыше 17 килограммов наркотиков и психотропов. По большей части это марихуана и альфа-ПВП. Всего за 10 месяцев в областном центре выявлено 320 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Началась эта неделя для оперативников с того, что в Мозере задержали 36-летнего мужчину, который хранил крупную партию психотропов для продажи в райцентре и регионе. При обыске дома и машин, принадлежащих как подозреваемому, так и его родственникам, найдены два пистолета, крупная сумма денег в рублях и валюте, пакеты с порошком общей массой больше 450 граммов и электронные весы. На следующий день оперативники задержали еще двух человек, которые вели криминальный бизнес семейным подрядом. Именно на этом месте правоохранители задержали мужчину и его 16-летнего сына, когда те делали закладку наркотиков. Подозреваемые прибыли в Гомеле и Светлогорске с целью сбыта запрещенных веществ. Однако довести дело до конца им было не суждено. Отец с сыном работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже альфа-ПВП. В результате осмотра места происшествия обнаружено и изъято 30 свертков с веществом общим весом более 15 граммов. Согласно заключениям эксперта, порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, неиспользуемое в медицинских целях альфа-ПВП и параметилэфедрон. Также изъяты металлические ложки, фасовочные пакеты, изоляционная лента, электронные весы, перчатки, респираторы. На этой же неделе завершено и другое дело, в результате которого пятеро человек получили статус обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. В мае этого года мужчина попросил знакомого привезти в Гомель супругу с дачи, а также находившегося в том же доселенном пункте своего 30-летнего земляка. При этом жена по его просьбе везла с собой не менее 10 спрятанных на даче таблеток особо опасного психотропного вещества МДМА, а земляк, спрятанную на территории дачи марихуану в объеме 130 граммов. Осуществить задуманное обвиняемым помешали сотрудники милиции, которые их задержали. Теперь все участники дела ожидают суда. Так что же заставляет людей ввязываться в игру с наркотиками? Своим опытом с нами поделился наркозависимый житель области. С 1993 года по сегодняшний день употребляю их. Мне приходится что-то искать, выкручиваться, обманывать, у кого-то воровать, у кого-то красть, у кого-то долить. Очень много молодежи затягивается в эти программы, где купить альфа-ПВП, шишки, опяты. Ничего хорошего это не приводит. Это приводит только к тюрьме. К слову, на этой же неделе в военной части 55-25 чествовали жительницу Речицы, которая помогла обнаружить несколько закладчиков. Она заметила подозрительного молодого человека, который сначала что-то прятал в земле, а потом сфотографировал это место. После того, как он ушел, женщина осмотрела участок и обнаружила подозрительный сверток. Там был сверток, запаянный изолентой. Посмотрела, увидела, вызвала 102. Все, приехали, я писала. Ну и все. Троих распространителей наркотиков сотрудники милиции задержали сразу, еще двоих во время оперативных мероприятий. Сейчас материалы направлены в Судреческого района.